Беседа 57 Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Иоанна 9, 6, 7 Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Потому-то и заповедано нам исследовать Писание, что многое, что с первого взгляда представляется простым, заключает в себе глубокий и сокровенный смысл. Вот таково и настоящее место. Сказак, сие сказано, плюнул на землю. Что же это такое, сие? Да явится слава Божия, и мне подобает дело дела пославшего меня. Не без намерения, Евангелис, напомнил нам эти слова. И затем прибавил плюнул, но с тем, чтобы показать, что слова, он подтвердил делами. Но затем для брения употребил не воду, а плюновение. Он хотел послать слепого в Силаам, а потому, чтобы ты ничего не приписывал источнику, но познал, что именно исшедшая из уст его сила и образовала и отверзла очи. Он плюнул на землю. На это самое и указывает Евангелист словами. И сделал брение и сплюновение. Затем, чтобы не подумали, что исцеление произошло от земли, повелел умыться. Но для чего было не сделать этого тут же, а послал в Силаам. Для того, чтобы ты видел веру слепого и чтобы сделать безответным неверие иудеев. Естественно, что все видели его, когда он шел с глазами, помазанным брением. Такой необычайностью он не мог не привлечь на себя взоры всех, знакомых и незнакомых. И, конечно, все смотрели на него со вниманием. Так как нелегко признать, что слепой прозрел, то Христос наперед приготовляет дальности пути многих свидетелей, а необычайности и зрелища внимательных зрителей, чтобы они, хорошо заметив, не могли уже говорить «Это он!» «Это не он!» Кроме того, посылая в Силаам, хочет и то показать, что он не чушь закона и Ветхого Завета. А, наконец, нельзя было опасаться и того, что слава будет отнесена к Силааму. Многие и много раз умывали в нем глаза, но не испытали ничего подобного. Нет, и тут действовала сила Христова, все содевающее. Потому-то Евангелист присовокупляет нам и толкование. Сказавшись «Силаам!» прибавляет, что означает «посланный», чтобы ты знал, что и тут исцелил его Христос. Как говорит Павел, Павел пили от духовного последующего камня. Камень же был Христос. 1 Коринфянам 10.4 Значит, как духовным камнем был Христос, так и духовным Силаамом. А мне кажется, что и внезапное появление воды указывает нам на непостижимое таинство. На какое же именно? На нечаянное и неожиданное явление Христова. Но обратили внимание на душу слепца, во всем послушную. Не говорил он, если брение, если пленовение может даровать зрение, то какая им не нужда в Силааме? А если нужен Силаам, то зачем брение? Зачем помазал мне глаза? Зачем приказал умыться? Нет, не думал он ничего подобного, но заботился только о том, чтобы во всем повиноваться повелевающему и не соблазнялся ничем происходившим. Если же кто спросит, как он прозрел, отложивши брение, то не услышит от нас ничего другого, кроме того, что мы не знаем, как это произошло. И что удивительного, если мы не знаем, не знал того ни евангелист, ни сам исцеленный. Он знал только, что произошло, а как того не мог понять. И когда спрашивали его об этом, он говорил, брение возложил мне на очи. Я умылся и вижу. А как это сделалось, он не может сказать. Хотя бы тысячекратно спрашивали его. Соседи же, видели его, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Необычайность события приводила их даже к неверию, несмотря на то, что сделано было так много, чтобы устранить всякое недоверие. Некоторые говорили, не тот ли сидел и просил милостыни. Ох, как велико человеколюбие Божие! До чего не снизошел Христос, когда великой благости исцеляет нищих и тем заграждает уста иудеям. Неславных только и знаменитых, и облегченных власть, и простых удостаивает одинакового попечения, потому что пришел для спасения всех. И что было с расслабленным, то же случилось и за слепым. Ни тот не знал, кто таков исцеливший его, ни этот. Это произошло от того, что Христос удалился. А он всегда удалялся после исцеления, чтобы устранить от чудес всякое подозрение. Не знавшие, кто он таков, каким в самом деле образом могли благоприятствовать ему и помогать в устроении этих дел. Что же касается этого слепого, то он не был из числа тех, которые ходят повсюду, но насидел при вратах храма. Но между тем, как все, недоумевает об нем, что говорит он сам? Это я! Не усыдился прежней слепоты, не убоялся ярости народа, не отказался объявить себя, чтобы возвестить о благодетели. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он отвечал, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глазами и сказал мне, пойди на купальне селам и умойся». Я пошел умылся и прозрел. Что ты говоришь? Человеку ли творить такие дела? Но он еще не знал об нем ничего великого. «Человек, называемый Иисус, сделал брение и помазал мне глаза». Страница 373 «Смотри, как он правдив, не сказал, из чего сделал брение, чего не знает, о том и не говорит. Не видел он, что Христос плюнул на землю, а что помазал, это узнал он по ощущению и осязанию. И сказал мне, «Иди в купальню селам и умойся». Об этом ему сказало чувство слуха. Но откуда знал он его голос? Из его разговора с учениками. Таким образом, он все рассказывает, опираясь на свидетельство самого дела. И однако ж не может сказать о способе исцеления. Если же по отношению к чувственному и осязаемому нужна вера, то тем более по отношению к невидимому». Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Стих 12 «Спрашивали, где тот?» Уже замышляя против него убийство. Но заметь, когда лег Христос от желания суетной славы, он не оставался вместе с исцеленными, потому что не хотел приобретать славы, не увлекать народ, не выказывать себя. Заметь, так и то, как все согласно с истиной отвечает слепой. Иудеи хотели найти Христа, чтобы отвезть его к священникам. Но так как не нашли его, то ведут слепого к фарисеям для более строгого допроса. Потому-то евангелист замечает, что была суббота, чтобы показать злой их умысел и причину, по которой они искали спасителя. То есть они полагали, что нашли возможность оклеветать чудо мнимым нарушением закона. Это видно из того, что они лишь только увидели слепого, ничего другого не сказали ему, а только как отверз очи твои. И заметь, как говорят, не сказали, как ты прозрел, но как отверз очи твои, представляя ему случай оклеветать его за такое дело. Но он отвечает им кратко, как людям, которые уже все слышали. Не упомянув ни об имени, ни о словах сказанных ему и дюмойся, он прямо говорит, когда спросили его, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу, стих 15, как будто они уже сильно оклеветали его и сказали, смотри, что делает Иисус в субботу, помазывает брением. Вот и обратил лучше внимание на то, как не смущается слепой. Когда его спрашивали соседи, он отвечал, не подвергаясь никакой опасности, тогда не так много значило сказать истину. Но удивительно то, что и теперь, находясь в большом страхе, он не отказывается ни говорить ничего не согласного с прежними словами. Что же фарисеи, или лучше, что вместе с ними и другие? Привели его, полагая, что он откажется, но услышали противное. То, чего не желали, и точнее узнали все дело. Так было с ними и при всех чудесах. Но это мы яснее покажем впоследствии. Что же говорили фарисеи? Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, что ты скажешь о нем, потому что он отверг себе очи. Он сказал, это пророк. Видишь, что они привлекаемы были чудесами, ведь они же прежде посылали за тем, чтобы привезти его. А теперь слушай, что говорят, хотя и не все. Будучи начальниками, они впадали в неверие от честолюбия. Впрочем, из начальников многие веровали в него, только не выражали того открыто. Простой народ был пренебрегаем, так как он имел важного значения в их сонмище. Но начальники, как люди более знаменитые, с большим трудом решались говорить откровенно. Одних удерживало властолюбие, других робость и боязнь перед толпой. Потому-то и говорил Христос, как вы можете веровать, когда славу друг от друга принимаете? 5.44. О себе эти люди говорили, что они от Бога, несмотря на то, что домогались неправедного убийства. А о том, кто исцеляет слепых, говорят, что он не может быть от Бога, потому что не соблюдает субботы. Другие на это возражали, что грешник не может творить таких знамений. Таким образом, первые злонамеренно умалчивали о чудном событии и выставляли на вид мнимое нарушение закона, так как не говорили, исцеляет субботу, но субботу не хранит. Мы последние своей стороны отвечали слабо, тогда как нужно было показать, что суббота не нарушается, а не ссылается только на знамения. Это естественно, потому что они еще считали его человеком. В противном случае они могли сказать в его оправдании то, что он господь субботы и сам установил ее, но они не имели еще об нем такого понятия. Впрочем, никто из них и не осмелился прямо сказать то, что хотел. Говорили нерешительно, но с сомнением, один по недостатку смелости, другие по властолюбию, и была у них распря. Эта распря началась прежде в народе, а потом уже перешла и к начальникам. И одни говорили одно, а другие другое. Одни говорили доброе, а другие говорили нет, но обольщает народ. 7-12. Видишь, что начальники неразумнее народа и разделились между собой уже после народа. Но разделившись, они не выказали никакой твердости в виде настояния фарисеев. А если бы отделились совершенно, то скоро познали бы истину. Ведь и разделение может быть хорошо, почему и Христос говорил, не пришел принести мир на землю, но меч. Матфея 10-17. Бывает и согласие худо, бывает и разногласие хорошо. Так строившие башни были согласны между собой во вред в себе. И они же опять, хотя и невольно, разделились к своему благу. И сообщники Кореи не на добро согласились между собой, потому были разделены к добру. Иуда также был согласие с Иудеем не на добро. Значит и разногласие может быть хорошо, и согласие худо. Потому то Христос и говорит, если око твое соблазняет тебя, то вырви его и брось его. Если нога твоя соблазняет, отсеки ее. Матфея 8-8. 18-8. Если же с нами вредит нам, то не гораздо ли более должно удаляться от друзей, когда связь с ними ведет не к добру. Итак, не всегда хорошо согласие, как и не всегда худо несогласие. Я говорю это для того, чтобы мы избегали людей злых и искали добрых. Если мы отсекаем сгнивший неизлечимый член, опасаясь, чтобы все тело не подвергалось той же заразе, и делаем это не из пренебрежения к ним, а из желания предохранить прочие части тела, то тем более должно поступать так по отношению к людям, общество которое зловредно для нас. Если мы можем и их исправить, и сами не потерпеть вреда, то должны употребить на то все старание. Если же они не исправятся, и мы получим вред, в таком случае необходимо их отвергнуть и бросить. от этого и они сами часто получают гораздо более пользы. Потому то и Павел убеждал таким образом «изверните развращенного из среды вас». И да, будет извернут развращенный из среды вас, соделавший такое дело». 1 Коринфянам 5.13.2 Пагубно, истинно пагубно обращение с злыми людьми. Не так скоро пристает зараза и коросто губит подвергшуюся этой болезни, как злые нравы людей порочных. Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15.33. И пророк также говорит «выгидите от среды их и удалитесь». И Иеремия 66. Пусть же никто не имеет порочного друга. Если мы отказываемся и от детей порочных и не уважаем ни природы, ни законов, ни связей, то тем более должны убегать порочных друзей и знакомых. Пусть мы и не получим от них никакого вреда, но все же не в состоянии будем избежать худой молвы. Посторонние не всматриваются в нашу жизнь, но судят нас по нашему обществу. Заповедуй это это и женам и девам сказано ведь стремление доброе не только перед богом стремимся иметь, но и перед человеками римлянам 12.17 будем всячески стараться, чтобы не заблазнить ближнего. Хотя бы жизнь наша была самая праведная, но если она служит соблазном для других, теряет всю цену. Но как возможно, чтобы праведная жизнь соблазняла? Это бывает, когда сообщество с другими людьми навлекает на нее худую молву. Когда мы, надеюсь, на себя обращаемся с людьми порочными, то если сами не терпим вреда, соблазняем других. Говорю это и мужам, и женам, и девам, предоставляя их совесть и узнать в точности, сколько отсюда рождается зол. Пусть я не подозреваю ничего худого, а равно никто другой из более совершенных, но простодушнейший брат терпит вред от твоего совершенства, а надо обращать внимание и на его немощь. Но если и он не потерпит вреда, то потерпит язычник. И Павел заповедовал быть беспредкновенными иудеем, и еленом, и церкви божией. 1 Коринфянам 10 32 Я не подозреваю ничего худого, а деви, потому что люблю девство, а любовь не мыслит зла. Я крайне люблю такой образ жизни и не могу подумать ничего дурного. Но чем мы убедим внешних, а надобно и о них иметь попечение? Будем же вести себя так, чтобы никто, даже из неверных, не мог найти повода справедливо упрекать нас. Как те, которые ведут жизнь праведную, прославляют Бога, так напротив живущие худо подают повод хуле на Него. Но не дай Бог, чтобы между нами были такие, а да светятся дела наши так, чтобы прославлялся Отец наш, который на небесах, и чтобы мы могли насладиться славой Его, которой и расподобимся все мы по благодати и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресно и Аминь.